Друзья, слава нашему Господу! Хор такой псалом пропел, да, друзья, что мы должны освящаться. И вы, друзья, знаете, хотите вы вообще освящаться или нет? Вы сюда пришли остаться? Хотите, да? И сегодня самое время, несмотря на то, что вроде бы самые маленькие для нас служат, вроде бы что они могут для нас такого высокодуховного сказать, но я вам скажу так, что через них как раз Бог и говорит самые глубокие вещи. И сегодня самое время нам освящаться, самое время углубляться, знаете, слушать их, и сердце как-то умиляется перед ними, когда они говорят вроде такие простые вещи, простыми словами, но вот эти вот слова Божии, они в самое сердце попадают, потому что там сердце мягкое становится, сердце умиленное. И знаете, друзья, я бы хотел сегодня тоже продолжить тему и говорить, знаете, на две таких, две подтемы у меня в проповеди. Первая из них называется «Не получается», а вторая «Получилось». И знаете, начну, наверное, с того, что не получается. Так вышло, что в моей жизни сейчас такой период, когда есть одна вещь, которая у меня вот никак не получается. У меня сломалась машина, и никак не получается ее починить. Уже долгое время, уже полгода. И вот все пытаешься, и пытаешься, и думаешь, ну почему вот так вот. Ну вот не получается, и все. Я думаю, у каждого в жизни был такой момент, когда что-то вот не получалось. Вроде бы до этого всегда все шло хорошо, вроде до этого всегда все получалось, а вот сегодня не получается. Я бы хотел разобрать немного и посмотреть, что же, возможно, происходит. И хотел зачитать место из Священного Писания. Написано Атеана, 21 глава. И всего здесь два стиха. Это 2 и 3. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Кана Галилейской, и сыновья Завидеева, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем, и мы с тобою. Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. Знаете, друзья, это были рыбаки, они были, ну, так скажем, мастеровитые люди в этом отношении. Ни раз, ни два они это делали, у них было все для этого, и сети, и лодка. Но почему-то не получилось. Время они подобрали как раз самое подходящее для ловли, но, понимаете, ни одной рыбки. И вот они мучаются там, и думают, почему же так происходит. Знаете, я так разобрал, почему же у нас тоже порой не получается. Вот, вроде бы, и мастеровитые, может быть, вроде бы, и все как обычно, но сегодня вот не получилось. И знаете, я так выбрал четыре пункта, конечно, их больше, но хотел бы на них обратить внимание. Знаете, бывает, у нас не получается, потому что у нас не хватает старания. И порой люди приходят где-то в труд или еще куда-то и говорят, ну, вот, ничего не выходит. В церкви так же бывает, там, либо в воскресной школе, либо еще где-то, ну, вот, ничего не выходит. Человек пришел, может быть, один-два раза, и руки опустил уже, говорит, ну, видимо, не мое. Знаете, в Божьем деле так не получится, да и в любом другом деле тоже я вам скажу. Если что-то делаешь, так скажем, как у нас говорят, да, спустя рукава, ну, редко, когда что-то получается хорошее. И это первый пункт, когда у нас может не получаться. Следующее, у нас нет желания к этому. Знаете, бывает, что есть какой-то труд или есть какое-то дело, которое нам нужно делать, и нас заставляет. Если желания нету, эффект будет совершенно не тот, если бы у нас было к этому желание и расположение. И мы порой так смотрим на какой-то труд, смотрим на какое-то обстоятельство в жизни, и мы видим, и у нас такое уже нежелание к этому, нерасположение к этому уже заранее. И мы входим в это, и у нас не получается. Ну, так скажем, мы себя уже настроили на неуспех. Мы уже перед этим расстроились, мы уже перед этим убрали все старания, также желания наши. Но, знаете, если посмотреть вот на Петра, да, с остальными учениками, но, я думаю, старания они прикладывали, но у них не получилось. Желание у них было, потому что Петр говорит, пойдемте, они говорят, пойдем. То есть у них было общее желание наловить рыбы, но опять не получилось. Знаете, иногда бывает в труде нужно потерпеть, чтобы был какой-то результат. У нас никогда не бывает так, что результат приходит мгновенно. Если взять воскресную школу, это годы, а может быть десятилетия труда, когда ты можешь увидеть какой-то росток в этом человеке. И знаете, я часто говорю, да, что когда-то и в меня вкладывали, вот Саша тут сидит, тоже вкладывали, но не всегда учителя наши видели эффект вот сразу же. Я думаю, практически никогда. Прошли года, и мы сегодня здесь, и знаете, я думаю, для них это большая отрада. Я тоже бы хотел, чтобы те ученики, которые в наших классах, они тоже остались здесь и были дружниками на деле Божьем. Дай Бог этого. И знаете, друзья, мы вот у Петра и учеников не в этом было дело. Они терпели всю ночь, они трудились прилежно, но опять же ничего не получилось. Потому что есть еще один пункт, который я бы хотел тоже озвучить. Это было не воля Бога. Знаете, мы порой так много прикладываем усилий в нашей жизни, так много стараемся и так много пытаемся вложить в то, чего нам совершенно не нужно. И в то, от чего от нас Бог не хочет. Даже я так скажу, что может быть это дело благое, может быть это дело в церкви, может быть это даже какой-то труд в церкви. И вот настолько туда вот тянемся, но ничего не выходит. Ну может быть что-то выходит, но не так, как нам хотелось. И причина может заключаться в том, что это не воля Бога. Вот они пошли ловить рыбу, но знаете, для них была другая воля у Христа. Он их посылал не рыб ловить, хотя и говорил так, что вы будете ловить. Но Он их посылал улавливать души людей, спасать их. И знаете, Он не для того вкладывал в них эти годы, когда ходил с ними, свою любовь, вот эту вот истину. Не для того, чтобы они пошли и ловили рыбу. И знаете, сегодня Бог в наши сердца вкладывает свою истину, знаете, свою благодать, освящает нас. Не для того, чтобы мы занимались там какими-то своими делами. И знаете, порой складывается такое мнение, что как бы у меня так в жизни было, что вот есть семья, там своих проблем хватает. Достаточно. То есть туда я буду прикладывать усилия. Но знаете, Бог не только этого от нас хочет. Он хочет, чтобы мы трудились на Его Неве. Чтобы мы свидетельствовали на работе. Чтобы мы прилагали усилия в какой-то сфере в определенной. Не просто так находились на этом месте. Бог не для этого в нас вкладывает десятилетиями кому-то. Кому-то, может быть, годами. Не для того мы были в воскресной школе столько лет. Чтобы, знаете, просто, может быть, сегодня прийти, посидеть, да, и уйти домой. И сказать, да, я дома тружусь со своей семьей. Нет. Бог хочет от нас большего, друзья. И знаете, я слышал такой один пример. Один человек тоже, он рассказывал мне, говорит, что, ну, как обычно у нас, у отцов, много всяких забот, да, в семьях, у мужей, что не всегда хватает времени на наших жен и детей. И вот он тоже там работал где-то, трудился. И у него все не было времени. А жена ему говорит, слушай, ну, надо приделать вот простое, там, держать для туалетной бумаги в туалет. Он говорит, приделай, пожалуйста, там, неделя прошла, там, еще прошло, и, как обычно, случилось так, что вот он пришел, и его осенило. Сегодня надо приделать, наконец-то. Но не совсем вовремя, уже вечер, дети уже укладываются. Ну, как говорится, все у него созрело решение, может быть, жена где-то говорит, ну, давай, может быть, там, в другое время. Но нет, вот он начал приделывать его. И знаете, он так рассказывает, говорит, я, говорит, всю дверь в дырках и сверлил. Он так не смог найти брусок. То есть дверь оказалась пустая, всю дверь испортил, говорит, там около 50 дырок, у меня, говорит, уже начало трясти немного, потому что, говорит, ну, как так, я вроде как в доме хозяин, мужчина, и не могу прикрутить там два болта. В итоге, короче, он промучился, но так ничего сделать и не смог. И пошли они спать. Утром они встали, помолились, он с первого раза все прикрутил. И знаете, друзья, часто у нас так и в жизни происходит, что вроде бы одна и та же задача стоит перед нами. Но может быть вовремя, может быть не вовремя. Мы можем быть в воле Бога, а может быть не в воле Бога, и делать это своими силами. Но своими силами получается не очень, как мы часто это видим в нашей жизни. И вторая часть, когда у нас получилось. Знаете, есть такая история, мне вот эти две истории очень нравятся, про Петра с учениками, когда они ловили рыбу, и вторая. Это написано Иоанна 6 глава, тоже два стиха, зачитая 8-9 стих. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки. Но что это для такого множества? Мы помним эту историю, когда нужно было людей накормить. И происходит такая не вполне обычная ситуация. Откуда-то появляется этот мальчик с этими хлебами и рыбками. Знаете, я так всегда рассуждал, думаю, откуда он там вообще взялся. Вот так вот взять, да, сидят тысячи людей, сидят ученики, Христос. И у них проблема, они что-то обсуждают, и тут какой-то мальчик появился. Что он там делал среди них? Может быть, он услышал их разговоры, предложил. Знаете, дети бывают, часто так делают, да, вроде как не в попад. Да у меня вот здесь две рыбки есть. Ну и они как бы тоже посмотрели на это и говорят, что эти две рыбки-то. Если бы у тебя было 200 рыбок хотя бы, а то две рыбки. И знаете, но мы все видим, что из этого произошло, да, что вот это стремление мальчика, вот этот маленький вклад, ну песчинка, скажем так, в море, потому что, ну, мы все понимаем, что этим нельзя было накормить там 5000 человек. Ну никак нельзя было. Но он от всей души, от своего сердца, то, что имел, он отдал. А Бог восполнил остальное. Все насытились, и еще осталось столько, сколько до этого не было. Понимаете, друзья? И я также выделил пункты, когда у нас получается в труде, что к этому нужно делать, как это все происходит. Ну, в первую очередь, или как один из пунктов, это когда мы отдаем то, что у нас есть. Знаете, Бог не просит нас сверхсил, никогда. Он просит то, что мы можем дать. Если мы это отдаем от всего сердца, и то, что мы есть, знаете, есть еще один пример, когда вдова отдала, да, все свое пропитание она вложила. И он сказал, она больше всех положила. Многие вложили сумму намного больше, но она оказалась меньше. Странно, да? В эквиваленте там цифр сумма больше, а для Бога она меньше. Потому что она отдала все, что имела. Вот все, что у нее было, она все туда вложила, от всего сердца. Не чтобы кто-то посмотрел на это, не чтобы кто-то увидел, как она это делает. Нет. Она это отдала, потому что она этого желала. Это желало в ее сердце. И когда мы делаем труд таким сердцем, пусть у нас немного, пусть мы, может быть, не можем петь, или мы не можем там руками что-то делать, но у каждого из нас что-то есть, то, что мы можем отдать. Обязательно есть, друзья. То, что мы можем посвятить Богу. И когда мы это сделаем, мы увидим результат. Он превзойдет все наши ожидания. Если мы это делаем от всего сердца, то результат всегда будет. Следующее. Не смотреть на трудности. Знаете, этот мальчик, может быть, посмотрел на этих вот людей, на взрослых, на учеников, на Христа тут стоит, ну, как они его считали, пророк, возможно, мессия. И он смотрит на него. И у него было какое-то дерзновение с этими хлебами прийти к нему. Прийти к ученикам и сказать, вот у меня что-то есть. И знаете, бывает в нашей жизни много трудностей различных. И, как уже в предыдущем пункте говорилось, там где-то нужно и потерпеть, потому что труд моментально, он плот, он не зреет моментально. Такого не бывает. И где-то нужно приложить еще старания, преодолеть эти трудности. Но знаете, если мы это делаем для Господа, если мы это делаем от всего сердца, мы всегда увидим результат. Не сразу. Как я уже говорил, слава Богу, что вот мы здесь, многие из воскресной школы здесь, и учителя этот результат увидели. Кто-то пришел там из мира через какое-то время. И знаете, я понимаю этих людей, я понимаю, потому что я сам учитель воскресной школы, что это большая радость для них, потому что они вкладывались туда. Потому что они прилагали к этому усилия и сегодня увидели результат. Давайте дальше. Делать свое дело усердно. То есть, как уже говорилось, они все переплетаются. То есть делать от всего сердца. Отдавать то, что есть, но при этом делать усердно. Не так, что мы отдали и забыли. То есть пожертвовали что-то или пожертвовали временем. Но чтобы мы это делали со всем усердием. Это говорится о желании, чтобы мы прилагали к этому все наше желание. Все наше стремление. И тогда будет результат. И знаете, еще один пункт, чтобы быть в воле Бога. Потому что, я как уже говорил до этого, что мы можем много прикладывать, у нас могут быть разные свои желания. Но мы всегда должны ориентироваться не на свои желания, а на то, что хочет от нас Бог. Если мы совпадаем с волей Божьей, то у нас плод будет всегда. Если мы не совпадаем, то плод может быть скуден. Как это увидеть? Ну, это нужно молиться. Можно подойти к братьям. Можно подойти, помолиться с кем-то, да, что вознуждаться. Почему вот у меня сегодня не получается то или иное? Почему у меня, может быть, в жизни сегодня такой период, когда у меня, ну, все тяжело? И знаете, мое желание сегодня, вот когда нам дети так говорят, чтобы мы умолились как дети. Сам Христос, да, об этом говорит. Вот этот мальчик, он пришел, он ничего такого великого не сделал. Он принес то, что у него было. Но эффект был очень большим. Потому что он был в простоте. Я бы хотел, чтобы в нашей церкви, чтобы среди нас были так же простые отношения. Знаете, когда ко мне дети приходят и говорят, папа, дай пить, я пить хочу. Они не говорят, папа, там стаканчик может быть чистый или нет, а чайник скипятился или не скипятился. Нет, они говорят напрямую, папа, я хочу пить. Порой в нашей взрослой жизни этого очень сильно не хватает, когда мы начинаем что-то. Ну, например, нечаянно кто-то тебя толкнул, да, а ты в себе думаешь, вот какой нехороший брат так со мной поступил, толкнул меня. А можно было бы сразу спросить, брат, ну что случилось? Он бы, может, ответил тебе, я там споткнулся, извини, или еще что-то, может быть, даже не заметил, ну или сказал грубое слово, или еще какое-то много вот этих мелочей, которые в нашей жизни, они дают нехорошие плоды, когда мы не можем в простоте что-то сделать, когда мы не можем подойти просто и поговорить, когда мы не можем просто ответить на какой-то вопрос, и мы пытаемся как-то вроде схитрить, сьюлить, и это дает отрицательный эффект. И знаете, ну я бы хотел пример вот к этому, что когда получается, что когда что-то небольшое мы, может быть, делаем, но имеем большое благословение, такой пример привести. Был в моей жизни, я был в Казахстане, и мне надо было уезжать с Усть-Каменогорска на автобусе, и я приехал, и там огромная очередь, и вот автобус уже по расписанию уходит, огромная очередь, я стою в очереди, и у меня такое переживание, потому что он раз в сутки ходит, и как бы ночевать в чужой стране, в чужом городе не очень-то приятно. Я так стою, молюсь и вслух говорю, как так-то, такая очередь, наверное, не успею на автобус. У меня такая фраза вырвалась, и впереди стоит бабушка, и она такая поворачивается ко мне, говорит, ты опаздываешь, говорит, ну не успеваешь, ну давай я тебе очередь уступлю. Мы с ней поменялись в очереди местами, впереди еще человек 25, и я думаю, ну да, это мне очень сильно поможет, чтобы мне эта бабушка уступила. Я стою дальше, подхожу уже через какое-то время к кассе, мне дают билет, говорят, что автобус задерживается, попозже он уедет, поэтому я не опоздал. Дают мне билет, и этот билет оказывается последним. Знаете, друзья, ну как бы та бабушка тоже на тот автобус должна была сесть, но она была, так скажем, местная, она смирилась, говорит, ну понятно, что тебе даже переночевать здесь негде. И получилось, что незначительный поступок, в моих глазах он тогда был незначительным, думаю, ну что там, то есть такая очередь, и там одно это место, но он дал свой эффект. Я не остался там на сутки, я там не опоздал, куда ехал. И вот порой такие поступки не хватает в нашей жизни. Когда мы можем подойти к брату или к сестре, просто видишь, что с ним что-то не так, что-то его гнетет. Мне брат один рассказывал о такой случае, что тоже у него на сердце вот было такое, ну у него друг был, и он видит, что у него, ну что-то тяжеловато ему. И он подошел к нему, подержал, говорит, ну простыми словами, говорит, я даже не помню, что говорил. Ну сказал вроде как, ну там, давай, Бог тебя благословит, ты там не отчаивайся. Ну обычные добрые слова сказал ему. Впоследствии этот брат, уже второй друг его рассказал, что в тот момент у него были такие сомнения, что он уже хотел уйти из церкви. И говорит, что вот эти вот слова его очень сильно поддержали. И нам порой вот этой простоты не хватает, когда мы можем подойти, просто поддержать. Знаете, подойти, поинтересоваться, братья, сестра, как у тебя дела? Или может быть домой иногда зайти, просто попить чаю, выбрать время. Знаете, сегодня такой век, когда никогда времени не хватает. Но на это должно хватать времени, чтобы поинтересоваться, чтобы заглянуть в сердце, где-то поддержать, может быть, ну самому тяжеловато, но поддержать своего ближнего. Я бы хотел молиться, молиться за то, чтобы вот сегодня вот хор пропел, да, что освящение, обновление церкви, чтобы у нас тоже это произошло в сердце, чтобы мы были как дети, чтобы мы не стремились к высотам каким-то вот сегодня это принято, какие-то высоты, какой-то успех. Но я сегодня предлагаю, и Бог это тоже нам предлагает, чтобы мы стремились не к этому, а стремились вот быть как дети, простые. Когда у них есть, они дают, когда нету, они говорят откровенно, что нету. Они тебя поддерживают, могут обнять, знаете, когда приходишь с работы, и к тебе уставшие вести, может быть, что-то не получилось там, и какие-то переживания, и подбегают к тебе твои дети, и обнимают тебя, все как рукой снимают. Это простота, это любовь от того, что порой нам не хватает. Давайте будем молиться, чтобы Бог дал нам эту простоту, как у детей. Спасибо.